Новости на государственной телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире 31 мая 2023 года состоится предвыборная кампания Национального собрания Западной Армении на платформе Zoom. Доблестные сыны Западной Армении Минуа Оганесян. Армяне и Армянское. Алиев открыто угрожает провести этнические чистки в Арцахе МИД Армении. 4 июня в 15.30 демонстрация «Мы должны спасти Арцах Франция Трукадеру». Высшая лига Франции по тяжелой атлетике Андроник Абрамер. Возможно, пояса украдены азербайджанцами из музея в Арцахе Гамлет Овсепян. 31 мая 2023 года состоится предвыборная кампания Национального собрания Западной Армении на платформе Zoom. Национальное собрание Западной Армении приглашает принять участие на 13 заседании в рамках предвыборной кампании на 2023 год, которая пройдет на испанском языке. Тема встречи – условия признания государства Западной Армении. Встреча состоится 31 мая 2023 года в 20.00 по французскому времени и в 22.00 по ереванскому времени. Присоединяйтесь к встрече на платформе Zoom. Доблестные сыны Западной Армении Минуа Оганисян. Герой Арцаха Минуа Оганисян родился 22 декабря 1985 года в Ереване. Минуа увлекался астрономией и географией. В школе любил предметы, связанные с историей. По окончании школы планировал поступить на отделение телережиссуры, передумав, переехал учиться в Российскую Федерацию. Планировал получить юридическое образование, однако спустя два года, вернувшись на родину, занял должность координатора директора телепроекта АйАспет. Параллельно с работой Минуа Оганисян заочно окончил отделение общественного управления факультета международных отношений Ереванского государственного университета. В апреле 2016 года, записавшись в добровольце, отправился на защиту родины в Арцах для участия в четырехдневной войне, развязанной властями Баку. Прослужив в Арцахе, около месяца возвращается Ереван с твердым решением стать разведчиком. По следам мечты, 16 декабря 2013 года Минуа женится на Тамаре Костандян. Рождаются дети первенец Сардур и дочка Арина. 28 сентября 2020 года в составе отряда Керри в качестве командира третьего взвода отправляется в Арцах. Супруга Тамара Костандян перед отъездом задает вопрос Минуа. Возможно, чтобы вы не поехали. На что Минуа отвечает. Это невозможно, мы должны это сделать. 2 октября вместе с воинами взвода Минуа осуществил безопасное отступление Матагистской войской части, в ходе которого при его непосредственном участии из лесов были выведены более 80 солдат-срочников. 3 октября после часовых обсуждений с президентом Арцаха берет на себя ответственность за операцию на горе Орегасар. 5 октября застав в тылу врага около 180 человек уничтожил около 150 человек. 33-летний Минуа погиб во время боя. Самоотверженно посвятив себя родине, Минуа погиб во имя любви к родине с осознанием, что права на отступление не имеют. Армяне и армянское. Как узнать армянский хачкар, почему армяне любят гранат и кто может читать хазы? Ряд символов, символизирующих армян и армянство, которые мы пытаемся раскрыть в новой рубрике на канале Вестерн Армения ТВ. Первыми символами цикла армяне и армянства, о котором мы расскажем, колесо вечности и шестиконечная звезда Петсатев Астрах, которые являются древним значимым символом и национальной идентичности армянского народа. Крест Арамата – один из самых популярных символов Армении и ее исторических территорий. Знак вечности встречается везде – на архитектурных памятниках, на стенах церквей, алтарях, фресках, на миниатюрах, на хачкарах, коврах, украшениях, одежде, предметах быта, в символике государственных, общественных, частных и религиозных сооружений. Часто встречается в центре армянской шестиконечной звезды Петсатев Астрах. Многие отразделяют известную армянскую Петсатев Астрах с еврейской звездой Давида, поскольку она считается символом еврейской идентичности и религии. Тем не менее, Петсатев Астрах имеет гораздо древнюю историю. С давних времен армянский народ на протяжении всей истории использовал ее в древних армянских гравюрах. Стены, купола, хачкары, средневековых церквей и часовен украшены орнаменты Петсатев Астрах. Министерство иностранных дел Республики Армения обращает внимание международного сообщества на очередные воинственные заявления, озвученные 28 мая бакинскими властями. Вопреки уставу ООН, принятому в трехстороннем заявлении от 31 октября 2022 года в Сочи, письменному обязательству отказаться от применения силы или угрозы силы, аналогичным устным обязательствам, неоднократно принятым на других площадках, а также переговорам по нормализации двухсторонних отношений, власти Баку вновь угрожают Республике Армении применением силы, а населению Арцаха – этнической чисткой. Свидетельством этого является то, что, контролируя дорогу Бердзора, власти нарушили связь между Арцахом и Арменией. Более того, в том же контексте открыто угрожает провести этнические чистки, если армяне Арцаха не извлекут уроки из блокирования Бердзорского коридора. К сожалению, как видно из агрессивной риторики и действий руководства Азербайджана, это государство видит решение проблем не путем признания территориальной целостности Республики Армении, предусмотренной Алматинской декларацией и решения прав безопасности населения Арцаха, а путем угрозы и применения военной силы. По избежанию такого развития событий, все партнеры, заинтересованные в мире и стабильности на Южном Кавказе, обязаны выступать с однозначными и бесспорными оценками. Демонстрация «Мы должны спасти Арцах» 4 июня в 15.30 в Франции Трукадеру. Спустя более 100 лет после безнаказанного геноцида 1915 года военная агрессия пантюркизма не должна заканчиваться новой победой силы над законом. Пользуясь тем фактом, что внимание международного сообщества сосредоточено на войне в Украине, диктаторский режим Алиева усиливает давление, чтобы приобрести Арцах – один из последних оставшихся земельных участков армянской территории, который все еще существует, тем самым осуществить программу уничтожения армянского народа. Французы армянского происхождения, пережившие 1915 год, восстают против пассивного соучастия международной дипломатии в новом преступлении, совершаемом на их глазах, призывая Елисейский дворец, Матиньон и набережные Орсы выступить против оккупации Арцаха, любых нарушений его права на самопределение, контроле над диктаторским режимом Алиева, посягательство на армянское население. Арцах находится в опасности, Армения находится в опасности, давайте останемся здесь, давайте объединимся. Координационный совет армянских организаций Франции. 27 мая 2023 года в Вольс-Ан-Веллен Рона Альпа Франция состоялся в чемпионат высшей лиги тяжелой атлетики Франции. В турнире от клуба Stade Clermontois в весовой категории 67 кг Андроник Абрамян выступил во взрослой группе. Спортсмен добился успеха в первом рывке, подняв штангу весом 106 кг, после чего, к сожалению, зафиксировал две неудачи при поднятии штанги 111 кг. При толчке Андроник Абрамян поднял штангу весом 125 кг, что позволило ему обеспечить медаль. Андроник безуспешно выполнил последний подход весом 135 кг, что в случае успеха позволило бы ему завоевать золотую медаль. Благодаря довольно хорошему выступлению Андроник Абрамян на втором году спортивной карьеры завоевал серебряную медаль. Правительство Западной Армении поздравляет сына Западной Армении Андроника Абрамяна с его успешным выступлением в высшей лиге по тяжелой атлетике во Франции. Желаем Андронику покорить более высокие вершины. Уверены, они будут достигнуты по священным флагам Западной Армении. Коллекционер уникальных образцов армянского прикладного искусства Гамлет Овсипян на странице Facebook пишет. Один из знакомых мне турецких торговцев антиквариатом прислал фотографии шести поясов сюника арцарской культуры. Пояса приобретены у одного бакинского торговца антиквариатом. На трех поясах армянские печати. Прекрасно осознавая, что в свое время в Баку проживало большое количество армян, неудивительно там найти произведения армянской культуры. Но первое, что мне пришло в голову, а может быть, пояса были разграблены из музеев, оказавшихся у них после последней Арцарской войны. Имеем ли мы список музейной коллекции, оказавшихся у врага? Возможно, на каком-то сайте будут выставлены фотографии и информации о вещах, попавших им. По крайней мере, в случае появления на акционах их можно будет вернуть. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!